Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Мы озвучиваем занятия, какие я ввел в потеряю с первого года, тематические. Научи нас оправданием Твоим. В этих словах заключается великое пророчество, о котором Давид мечтал, когда же оно исполнится, в Солом 31.1. Блаженкому отпущены беззакония, и чьи грехи препокрыты. Об этом наш Спаситель Господь Иисус говорит так, в Матфея 13.17. Написано Христос, ты посчитал Иисус. Почему? Не знаю. Не знаю, я прошу читать так, как написано, потому что я в этом вкладываю смысл. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведниками желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Они видели как бы контуры. 1 Коринфянам 13.12. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я от счастья, а тогда познаю подобно, как я познан. Вот я поясняю, то есть обращаю внимание. Вот я сказал слово, видели как бы контуры, и сразу несколько мест Святой Библии. Недавно я решил все-таки посмотреть, сколько раз в одном занятии я открываю Библию 60 раз. 60 раз. Это немного поменьше. Ну, но у меня покороче бывает занятие. А у златоуста в среднем по 70 раз он открывал Библию. Почему сегодня так? Ни один священник не делает. Ни один. Ни здесь, ни за рубежом. А вот говорит он, что на ущелье он говорит, и слова на каждом шагу можно опровергать. Я как-то здесь у меня в интернете стоит, на сайте. Разбору. Вопросы и ответы. Вопросы задают журналисты, а ответ дает патриарх Алексей Второй. В другом месте ответы дает митрополит Кирилл Гундеев, митрополитом был. Также вопросы и ответы старообрядческого, белокринитской иерархии. Митрополит Андреан, вы знаете, Амбросий Юрасов, его я разбираю, Козлова Максима. У каждого по 60 вопросов, которые задавали им в среднем. Там 64, вот так. И получается, в среднем одинаково все отвечают. Примерно 6 вопросов правильно, 6. А 94 под сомнением и неверно. То есть совершенно с Библией не сверяются. А у меня все во свете Библии. Я просто напрашиваюсь, что обвиняют, там, сектант, я псевдоправославный, там, как-то. Ну, я просто их не трогаю. Но если мы выйдем на суд, от них ничего не останется. Вот, мы не православная, там, секта, тоталитарная секта. А у меня на все это документы, которые в суде были, и все это опровергнуто, и уже вынесено решение краевого суда, что все это ложь, обман, и за это пришлось всем отвечать. Ну, я просто не трогаю, вижу, что они, ну, слабый троник, они от сердечного приступа умрут. Сто процентный проигрыш. Они не думают отвечать, если меня нужно вызывать. А они хотели этого. Исследовали мои книги уже 14 лет. Это несколько, там, Кемеровская епархия, Тульская. Они там назначали сензорские отделы, отдавали мои книги. А меня-то голыми руками можно брать. Это только 38 книг в книжном варианте, и каждая книга 752 страницы. Да еще 7 книг, которые в интернетной версии стоят. А чего же меня не судить-то? И потом отдали там монастырь в Одессе, теперь Киево-Печерскую лавру. Потом книги передали, как мне сообщают, Дворкину. И за 14 лет ни звука не издали. Почему? А ответ один говорит, они что, самоубийцы разве? Ну, легко доказать, я не православный. Передали анафеме там или что-то. Почему нет? Во-первых, Бог охраняет. А во-вторых, у меня все по слову Божию, не по вашим выдумкам. Вот весь ответ. И поэтому люди, которые не знают Библии, им не понравится, что говорю. Одна из старобрядцев, моей сестре, говорит, а я не люблю его книги считать. Она говорит, а почему? А потому что все время ссылается на Библию, а Библию я не люблю. Ну, старобрядцы, они Библии-то не знают. И весь ответ. Вы меня вызовете на суд и судите во свете Библии. А не потому, что вы придумали. Не Паяну да Маскину. Итак, Матфея 13.16 Ваши же блаженные очи, что видят и уши ваши, что слышат. Блаженные руки, которые осязали это исполнение. Первое, Иоанна 1.1 О том, что было от начала, что вы слышали, что видели своими очами, что рассматривали. Нажать вот так нужно. Что осязали руки наши о слове жизни. О каком же оправдании вздыхал пророк? Вот вопрос. О каком оправдании? И сразу место писания. Только одна-две строчки и опять писание. То есть, я желаю, чтобы люди были урок Христа. Они не ко мне пришли. Священники со временем, которые есть в интернете, много говорят где-то. А они понимают, что люди к ним пришли. Сидит у Осипов в галстуке, бритый 80 лет. Да явно, что масон какой-то. Даже не надо их спрашивать. Почему он никогда на Библию так не ссылается-то? Не знает. Рожденный свыше, он любит Христа. Любит Святое Слово Божие. Вот поэтому определяется. Далее. Так, Псалом 118, 135. Осияй раба твоего светом, лица твоего, и научи меня уставам твоим. Жизнь его вся проходила в Боге, и он считал себя ненаучившимся. Оправдание во Христе. Исайя 54, 17. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Когда книги мои, говорит, прислали в Киево-Пещерскую лавру, сказали, какой профессор там занимается книгами-то. Ну, я ждал, вызов будет. По сегодняшний день нигде ни звука. Потому что ни одно орудие не устоит против Библии. Судить это не меня, а святую Библию. Еремея 23, 6. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше. Жертва ягнят, козлов и волов не дает оправдания. Исайя 1, 11. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщен все сожжениями, овнам и тукам, откормленного скота. И крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. У нас у православных ложное представление об оправдании. И так у очень многих дело обстоит. Если кто-то на улице встретится и спросит о спасении, то ответ у всех одинаков. До точки. Ходи в храм, исповедуйся, причастись. И если не крещен, то прими крещение. И какое-то крещение, правильное или неправильное, до этого даже, до этого тоже дела никакого нет. Главное лишь бы его к батюшке спровадить. А там уж поп разберется с этим бараном. Неледостно ходить в храм. И там уж благодать священника довершит все недостающее. Главное, переходи к нам. К нам и только к нам. Тут мы из тебя, Брасова, лицемеры и фарисеи, сделаем и очень быстро. Матфея 23, 15. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Вот что я просто к людям обращусь. Найдите где-то хотя бы одно место, одну церковь, одну храм, одну какую-то ересь, где бы людей не тянули к себе. Мы при образовании общины составили, как устав наш, и по нему нам не разрешено звать к себе кого-либо. Когда люди узнают, а как тогда вы будете? Никак. Мы ко Христу зовем. А кто заинтересуется, просит разрешение. Мы его проверяем сначала там, за пределами. Потом разрешаем прийти один раз. Вот как. И никого не интересует, что ничего из того, чему учат другого, еще только мыкающегося, ищущего, что ничего Писания и Божественного нет того, чему учат они другого. В Римлянам 6.23 Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. У православных, наученных таким же батюшкой, каковы они сами, совершенно нет представления прощения грехов. Им кажется, что стоит только на исповеди батюшке их грех назвать, и батюшка тут же с него соскоблит эту проказу. Соскоблит эту проказу. И ты уже не причастен этой заразе, и все у тебя хорошо. Нужно же все время твердить, что Бог никогда, нигде и никому, просто так и ни одного греха не простил, и не может простить, ибо это будет вопреки Божьего существа, его сути. Вот это наизусть надо, заучить прямо. Все время твердить надо, Бог никогда, нигде и никому, просто так, ни одного греха не простил, и не может простить, ибо это будет вопреки Божьего существа, его сути. Ну что особенно плод взяли? Плод не бил, не ругался, ни икону не рубил, не жег, ничего. Плод всего взял, и умерло уже 100 миллиардов людей. Вот последствия, какие они послушания Богу. 100 миллиардов. За каждый грех человек должен умереть. Закон один для всех, возмездие за грех смерть. У Бога один закон, и один для всех, потому что он свят. Откровение 21, 27. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. В Римлянам 3, 4. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих, и победишь в суде твоем. И никак невозможно спастись. Господи, научи меня, как мне оправдаться. Так-то хорошо было бы спастись. Князь Владимир говорил о спасенных. Им там хорошо, горе тем, которые слева. Святитель Феофан Вышинский, прозванный за кончину своей жизни затворником, скорбел о темноте русских людей. Кавычки открыты. Есть вещи крайне нужные, говорит святитель, о переводе службы на русский язык. Разумею, новый, упрощенный, уясненный перевод церковных богослужебных книг. Наши церковные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышены. Говорит о чем? Перевод церковных богослужебных книг. В ней вся наука богословская и все нравоучение христианское, и все утешения, и все устрашения. Внимающий может обойтись... Так, местоимения нигде не заглядывать. Меня, меня, их, просто не слышится. Четко и ясно произносите. А между тем, большая часть из этих песнопений совсем непонятны. А это лишь церковные книги. А это лишает. А это лишает. Это я не пойму, то ли спишь, то ли что. А это лишает церковные книги плода, которые они могли бы производить. и не дает им послужить тем целям, для коих они назначены и имеются. Напрягись. Ныне, завтра. Понадобно же к сему приступить, если не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда, которая от этого происходит. То есть, это говорил человек, который знал, о чем говорить. Он видел это все и говорит, ныне, завтра, ныне, завтра. Ну, когда-то надо же приступить к переводу. Ты по сегодняшний день не перевели. Люди столбами стоят. Миллионами уходят люди в сектанты. Почему? Там понятно. Где это написано? Журнал «Душеполезное чтение», 1896 год, номер 10, страница 462. Мы должны позаботиться о том, чтобы богослужение было понятным. И тогда увидим, как обстоит дело с оправданием. Как его получить? Оправдание возможно только через наказание, через смерть. А человек, если он ушел в ад, то какое оправдание? Поэтому образно было показано человеку, чтобы он взял кровь невинного животного, ягненка, и принести его в жертву, притом неповрежденного. Когда ягненка покалечит кто-то, то хозяин даже без желания выказывал этим недовольство и раздражение. Бог не хочет, чтобы наши раздражения и обиды касались того, что приносится ему в жертву. 1 Солникийцам 4,7 «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». 2 Тимофей 1,3 «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Молитвы днем и ночью. Молитвы днем и ночью. Вот основа связи с Богом. Левитам 10,10 «Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Эти занятия были на улице, и фотография сохранилась, сидят люди на пеньках, пни напиленные где-то. И в это время идут занятия. Солнце светит, птицы поют. «Когда люди имеют нечистые доходы и отмывают их, выкладывая в производство, а потом приходят и пудовую свечу ставят, то Господь говорит этим, желающим отмытия, оправдаться». Исайя 66,3 «Беззаконник же, заколающий вала, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий себе дал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам в память, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их». Так вот, все жертвы олигархов, все жертвы президентов, царей, во все века это было за 700 лет до Рождества Христова сказано. А люди не знали этого. Ну, как так? Пришел царь, дал большие какие-то вклады, как вот Игнатию Бринчанинову, знакомый царь, и там отпускали, отпускали деньги, чтобы сделать такие храмы, чтобы все блестело и далеко видно было, и иностранные делегации туда шли. И он об этом только и писал. «Вы недоплачиваете заработанное, и люди жалуются на вас Богу Ягове». Исход 3.9. «И вот, уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу и угнетение, каким угнетают их египтяне». То есть, что делали коммунисты с народом? И, наконец, Бог поставил. Народ поставил на грани истребления. Иаков 5.4. «Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши вопиед, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Когда люди читают свои выдумки, а не преподают другим чистое Слово Божие, то Господь говорит, чем наполнены ваши столы». Исайя 28.8. «Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, не чистого места». Вот что-то придумывает, говорит, изрыгает из себя. Его учили этому. И везде экономия. Каноны не действуют. И вот начинает вот это, это вот надо, а вот это вот не надо. А сам и не знает, о чем говорит. Аборт сделала на 10 лет из церкви. Должна стоять в притворье, на улице. Разводов-то сколько? Невенчанных-то сколько, которые причащаются? По сколько раз женятся-то? А если прелюбодеяние до 15 лет от тучения? Да сегодня церковь-то пустая будет. Женщины там 90% на букву «Б» называются. Когда сказал тут один Максим Степаненко, его задушили. Буквально. Далее. «Это означает, что какой-то философ или даже церковный учитель изрыгнул что-то вопреки Слову Божию. Сказал свои мысли. Дал тебе, а ты еще и нахваливаешь, батюшка сказал, сам владыка ответил, его святейшество так учит. На это можно сказать и надпись на столе поставить, когда ты это слушаешь и принимаешь в душу. Блевотина Диакона Андрея, Блевотина священника отца Николая, Блевотина его преподобер Химандрита Амвросия, Блевотина владыки Кирилла и Блевотина его святейшество Алексея. Не зарся на чужую Блевотину. То есть, тогда, когда они говорят, не думайте, что я говорю так, я не говорю так, но если это вопреки Слово Божие, Бог так называет, не мы, Блевотина Папы Римского, Блевотина президента. Исайя 28,8. Ибо все столы наполнены отвратительной Блевотиной, не чистого места. То есть, сказал, кто сказал, а батюшка сказал, ну неправильно, крещение, нет, мокрая ладошка, ну что, священника разве не знают? Тебе зачем знают, не знают? Оба упадут в яму, он слепец. Деньги, 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 корысть и трусость, трусость и корысть. Он поражен этой проказой. Вепархии буквально душат священников, чтобы достать деньги. Где хочешь, доставай. Это бизнес церковный. 2 Петра, 2,22. А вот это прочитал, нет? Такую глупость сварит и сморозит, а потом ссылается на эту ложь и похваляется, что сказал такое-то. Почему ты пропустил? Так, 2 Петра, 2,22. Но с ними случаются поверные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи. Блевотине нет оправдания, ибо это есть мерзость и нечистота. Мы же должны определять чистое ли это Слово Божие или мерзость выдумщика в рясе. 1 Петра, 2,2. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Нет, блевотина. А они все оправдывают, все. Иезекииль 44,23. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. Вот добейтесь того, где-то кто-то там слушает Осипова. Скажи, ну можем твое, что говоришь, проверять по Библии? Та Библии-то в руках ни у кого нету. Сидят без платков, там в штанах накрашены, я вижу, какой у него контингент. Мы пришли послушать. Кирилл Иерусалимский неоднократно нам напоминает. Если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте и мне. Оправдание, даруемое Богом, дается только через жертву. Все чистые огнята, козлята, овцы, все те лица указывали на Христа, на божественного Агнца. Иоанна 1,29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. На то, что Христос сойдет с неба, возьмет на себя грехи мира и взойдет добровольно на Голгофу, и там, на вершине креста, будет явлена высочайшая любовь. Там оправдание. Вместо меня он зашел на крест. Исайя 53,5. Но он извязан был за грехи наши, имущим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. 1 Петра 2,24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. 1 Иоанн 1,7. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына в его, очищает нас от всякого греха. Ничем, кроме крови Христовой, нельзя спастись. Он взял грехи мира на крест. Значит, и мой грех взял он, и умер за меня. И лично за меня. Научи меня, Господи, как мне оправдаться. Научи, как получить прощение грехов, и быть подобным тебе, и войти в твои чертоги. Дай мне брачную одежду оправдания. Галатом 3,27. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Откровение 19,14. И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченный висан, белый чистый. Откровение 19,8. И дано было ей облечься висан чистый и светлый. Почему висан? Ты где-то слышал, что висан? Никак. Я слышал висан. Ну просто... Висан же есть праведность святых. Вот почему на вечернем богослужении церковь взывает настраивая мысль на благодарность божественному Агнцу, который открывает сердца наши принятию этой дивной тайны в богооплощении Сына Божия. Колоссянам 1,26. Тайну сокрытую от веков и родов ныне же открытую святым его. Мы сейчас молимся и говорим Господи Отец Небесный Ты послал на эту землю Твоего единородного Сына Иисуса Христа который пролил за меня причистую кровь и оправдание в нем Он оправдал меня. Если я его принял в сердце как моего спасителя веруя ему вход в мое сердце Откровение 3,20. Все стою двери и стучу Если кто услышит голос мой и отворит дверь войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною. Вот отворит никогда не слышал так отворит Отворит Я русский человек ударение все перепутает и молять и молять скажи ему Я верую Господи что Ты именно за меня умер Я хочу жить с Тобою Я верю что Ты приготовил мне там на небе место Ты сам об этом сказал так Я на 14,3 И когда пойду и приготовлю вам место приду опять и опять и возьму вас к себе чтобы вы были где я Господи прости мои согрешения Иисус как бы говорит Отцу Небесному нужно за грех Божье правосудие смерть казнь я принимаю это на себя и Ты мне уже наказал прими его к себе о отец мой отец а за один грех дважды никто не наказывает даже в мирских судах не делаю так чтобы отсидел вернулся и снова его забирали так было только в Советском Союзе при людоедах коммунистах ленинсах сталинсах евреям 7.27 который не имеет нужды ежедневно как те первосвященники приносить жертвы сперва за свои грехи потом за грехи народа ибо он совершил это однажды принеся в жертву себя самого евреям 9.28 так и Христос однажды принеся себя в жертву чтобы подъять грехи многих во второй раз явится не для очищения греха а для ожидающих его воспасения сколько же заложено в этих словах научи меня оправданием твоим название темы которые озвучиваем здесь тысячелетнее приготовление жертвы агнатца и все это было правильно ибо образы есть тень от истины евреям 10.1 закон имея тень будущих благ а не самый образ вещей одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми никогда не может сделать совершенными приходящих с ними 1.1 знаем также что сын божий пришел и дал нам свет и разум допознаем бога истинного и добудем в истинном сыне его иисусе христе все есть истинный бог и жизнь вечная научи вразуми меня господи чтобы я слушал тебя и пил чистое твое молоко чтобы все во мне было чисто и чистым оком смотрел на тебя чтобы не коптили на глаза мне стекла матфей 6.22 светильник для тела есть око итак если око твое будет чисто то все тело твое будет светло а за этим следует что я искуплен и себе уже не принадлежу я был пленник я был мертв он меня воскресил и я ему должен служить и фесянам 2.5 и нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом благодатью вы спасены римлянам 7.4 таки вы братья мои умерли для закона телом Христовым чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых да приносим плод Богу вразуми меня Господи и на каждый поступок на каждое свое действие молись этой краткой молитвой и все взвешивать на весах истины проверять себя по слову Божию по святой Библии а не потому что изрыгнет из себя кто-либо будь ты священник или архиерей так ли я поступаю как раб Христов или как бродяга беззаконный и самовластный сейчас пропели Богородице Дева Радуйся она была не проповедница она не написала Евангелие и могла бы может быть написать и у нее нет мемуаров но она вспоминается по таким вот словам все раба Господня да будет по слову Твоему хотя там она сказала по слову Твоему с маленькой буквы ангелу но ангел то весник я поставил букву большую здесь Твоему и мы должны каждый раз говорить Господи все раб Твой да будет по слову Твоему не по выдумкам поповским или архиерейским а по слову Божию аминь аминь вот это занятие одно потом отвечал всегда на вопросы сейчас я отключаю и потом сразу другую тему будем 112 смотри за мной я тебе говорил не щихай тут с удовольствием нажми на нос